Всем привет! На сегодняшний день известны десятки инструментов, которые помогают интернет-магазинам, а также продавцам офлайн-товаров в розницу зацепить аудиторию в интернете. От динамических объявлений на поиски и сбора аудитории по категориям страницы сайта до динамического ремаркетинга и продвижения в соцсетях. В Google Ads помимо поисковых компаний и компаний в КМС можно настроить особый вид компании, которая называется торговая компания. Этот инструмент специально разработан для интернет-магазинов, несмотря на то, что в самом Google Merchant Center есть адаптация и по другие формы бизнеса. Торговые объявления, которые создаются в торговой компании, показываются в рекламной и органической выдаче Google, а также на сайтах партнеров. Преимущество формата торговых объявлений заключается в том, что они дают более исчерпывающую информацию о самом товаре, потому что помимо изображения мы видим название товара, название магазина, ну и конечно же цену. Изучив такое товарное объявление и кликнув на него, пользователь, считайте, уже принял решение о покупке. Осталось всего лишь выяснить способы доставки, какие существуют у данного магазина, где находится магазин и конечно же стоимость. Поэтому в таких компаниях конверсия из клика в покупку гораздо существеннее выше, чем в других типах компаний в Google, которые мы с вами создаем. Из плюсов такой торговой компании можно выделить также более легкую настройку, более понятную отчетность и конечно же более удобную мобильную выдачу такой рекламы. Google Shopping предлагает розничным торговцам новый вид канала для своих продаж и открывает новые возможности в электронной коммерции. Таким образом можно сделать вывод, что для предприятий электронной торговой коммерции такие объявления, такой тип объявлений торговый, товарный, он работает гораздо лучше, чем обычные текстовые объявления. Меня зовут Алена Полюхович и сегодня я расскажу вам и покажу, как же легко и быстро настроить торговую компанию в Google Ads. Вообще настраивать такого рода объявления и компанию достаточно легко, если вы для этого уже все подготовили и все у вас для этого есть, то есть у вас существуют отдельные страницы для каждого товара или же услуги с изображением, ценой и описанием. Конечно, можно попробовать обойтись и без нормальной структуры в обход системы требований Google к фидам, но в таком случае никто не гарантирует вам, что компания будет работать корректно и что персонализация даже будет работать корректно. В целом, правила рекламирования для такого типа компании абсолютно такие же, как и правила для любого другого типа компании, то есть, например, рекламировать запрещенные вещи, которые запрещены в стране для рекламы нельзя. Проверьте еще раз, чтобы у вас были на сайте карточки товаров с актуальной информацией, обозначением в наличии товар сейчас или нет, ценой, описанием, валютой, в которой вы продаете и так же, чтобы у вас была установлена микроразмерка продукты, ну и конечно же, чтобы у вас были отдельные страницы для оплаты и доставки. Итак, у нас с вами уже есть фид и нам нужно его добавить в наш Google Merchant Center. Так, первоначально нам нужно добавить фиды с товарами, для этого мы переходим в Google Merchant Center, выбираем товары, выбираем фиды. По умолчанию у нас будет фид сканирования сайта, но нам необходимо добавить свой собственный. Рекомендуется добавлять те фиды, которые обновляются автоматически. Мы нажимаем на плюсик с вами и здесь нам нужно выбрать страну реализации и язык. Очень важно для каждого языка создавать свой отдельный фид. Так, выбираем язык, оставляем все галочки и нажимаем продолжить. Далее мы указываем название фида и выбираем способ загрузки. Я рекомендую использовать по расписанию. Так, нажимаем продолжить. Более подробно об этом в своем ролике рассказывал Николай. Ссылочку я на этот ролик оставлю, конечно же, в описании и подсказка, возможно, вылетит где-то здесь. Из ключевых моментов я бы, пожалуй, остановилась на том, что очень важно выставить время обновления вашего документа в этом поле и в Merchant. Оно должно быть прописано на несколько часов позже, чем обновляется ваш фид. В данном поле мы указываем ссылку на фид и, конечно, желательно, чтобы он был закрыт для не авторизованных пользователей и, соответственно, вот в этом поле прописываем логин и пароль для того, чтобы мы имели доступ к фиду. Далее у вас последует модерация и после того, как пройдет фид модерацию успешно и у вас появятся заветные зеленые товары в этом поле, вы можете спокойно начинать настройку торговой компании в Google Ads. Для этого мы заходим с вами в наш аккаунт, выбираем компании, нажимаем на плюсик, создать новую компанию. После этого мы выбираем наиболее подходящую цель, в нашем случае это, конечно же, продажи и нажимаем продолжить. Здесь нам нужно выбрать под тип компании, это торговая компания. После этого у нас подгружается наш фид с мерчант-центром и далее нам стоит выбрать страну, где продаются наши товары и ставим галочку не на умной торговой компании, а на стандартной торговой компании и жмем кнопочку продолжить. Далее мы прописываем название нашей компании и в ставках и бюджетах, выбираем подходящее нам назначение и оставим вот здесь галочки. Если у вас настроена электронная торговля, то, конечно, выгоднее выбирать оптимизацию по ценности конверсий, однако, если вы запускаете рекламу впервые, у вас нет еще никаких данных, никаких конверсий, следователей, то тогда присмотритесь к максимальному количеству кликов для того, чтобы насобирать первоначально вообще статистику. Также вот здесь в фильтрах товарах рекомендуется настроить, какая рекламная компания будет выводить какие конкретно товары, то есть либо вы будете рекламировать все товары стране сбыта, либо же с фильтром и где вы будете рекламировать товары, которые соответствуют заданным критериям, то есть, например, по марке, и здесь вы указываете значение, например, вот только эти товары, да, 11 штук, ну или же без фильтра, если вы рекламируете абсолютно все. Очень здесь все зависит от того, как грамотно у вас все параметры разбиты в самом фиде, если все настроено грамотно и правильно, то вам легко будет отсортировать необходимые нужные товары с помощью фильтров. Также вы можете поставить галочку на товары местного ассортимента, например, и рекламировать товары, которые представлены у вас в обычных магазинах. Далее мы с вами проставляем бюджет для компаний и идем в поле приоритет компании. Если у вас несколько торговых компаний, то с помощью вот этого фильтра по приоритетам компании можно выровнять бюджеты, на какие компании будет тратиться больше бюджета, на какие меньше. По умолчанию приоритет компании у всех стоит низкий. Следующее поле таргетинг, которое позволяет расширить показ ваших объявлений, но на первое время, пока вы только запускаете компании, я рекомендую эти галочки убирать, что конечно же сузит ваш таргетинг, однако ваши товарные объявления будут показываться строго в google поиске и не привлекать каких-то лишних ненужных вам кликов. Для первого времени это самая оптимальная настройка. Далее, когда ваша компания отработает какое-то время, наберет необходимую статистику, можно уже таргетинг расширять. Далее у нас следует с вами поле местоположения, здесь нет ничего сверхъестественного, вы выбираете все как в обычной своей, в любой поисковой компании. И далее у нас есть поле даты начала и окончания. Если вы, например, создаете компанию с ограниченным действием, то есть у вас и вы хотите рекламировать какие-то товары по распродаже, которую действует в ограниченное время, например, к новому году, к черной пятнице. Таким образом вы здесь можете задать дату начала и дата окончания вашей компании. Если же у вас нет никакой такой привязки, то тогда вы просто нажимаете нет и все оставляете просто без изменений. Далее вы называете свою группу и проставляете ставку. Я не рекомендую ставить сильно высокую ставку для начала, ставьте минимальную ставку, при которой у вас будут клики и лучше увеличьте бюджет. И жмем кнопочку создать компания. По умолчанию у нас создается одна компания с одной группой объявлений, где у нас находятся все товары. Если нам не нужно никакое разделение, мы можем оставить все как есть. Однако, если мы нажмем вот здесь вот плюсик, добавить подгруппу, мы попадаем в такое поле, где можно разбить нашу группу по какому-либо параметру, то есть по марке, идентификатору позиции, состоянию, типа товара, метки продавца, эксклюзивности канала и самого канала. Если в фиде у вас порядок, все настроено четенько, то тогда здесь проблем никаких не возникнет. Например, я хочу настроить первую группу по типу товаров и, например, так и допустим на одежду и обувь, где у меня 11 товаров находятся. Я это выбираю и нажимаю перейти к изменению ставок. Если у вас выставлены ручные стратегии, то тогда вы здесь можете нажать и изменить, например, максимальную цену за клик, в противном случае нажимаете просто сохранить. В итоге мы разделили нашу группу на две одежды и обувь и прочие, и для того, чтобы она показывала нам только одежду и обувь, то прочие нужно просто исключить. Такие манипуляции нужно провести с каждой группой, где вы хотите разбить товары, потому что вам так даже будет проще управлять, вы будете легче понимать, какие группы вам на данный момент не нужны, какие легче отключить, чем в фильтрах товара искать нужный вам параметр. Если мы с вами настроили все правильно, то, например, в группе дубленки у нас будут показываться все дубленки, а не шапки или же сумки. Чтобы себя проверить, мы заходим в товары и добавляем вот здесь вот фильтр, выбираем статус товара и ставим галочку готова к показу и смотрим не попали ли нам в показы какие-то ненужные нам товары для этой группы. Что касается оптимизации торговой компании, то здесь у нас не такая большая палитра настроек, с которыми мы могли бы играться, например, мы не можем задавать ключевые слова, по которым будет показана наша реклама. Однако на оптимизацию и хорошую эффективность нашей торговой компании влияет ряд показателей. Во-первых, конечно же, это правильное название товаров. Название товаров может быть не уникальным и быть похожим на название товаров конкурентов и это абсолютно нормально для такой торговой компании. Вторым пунктом идет это хорошая привлекательная фотография хорошего качества. Все это настраивается на сайте и помните, что в данном случае фотография решает больше, чем хорошо прописанное объявление. Ну, конечно же, цена товара, она очень влияет на привлекательность объявления, потому что слишком высокая цена, она, конечно, может отпугнуть покупателя, особенно если рядом показывается товар конкурента с меньшей ценой. Настройки таргетинга, как вы видите, тут очень простые, однако, чем больше вы расширяете охват, тем сложнее контролировать места для показа. Вы можете в торговой компании показываться абсолютно везде, на ютубе, на контекстно-медийных сайтах, на сайтах партнеров Google, но, однако, помните, что чем шире охват, тем вам сложнее будет уследить за тем, где же были показаны ваши торговые объявления и сложнее будет исключить ненужные вам места показа. Также очень важно вот в этом поле поисковые запросы смотреть и следить за тем, по каким поисковым запросам показывались ваши объявления. Вот здесь вы можете выбрать фильтр, добавлены исключенные и нет, например, и смотреть по каким инициировался показ, и вовремя исключать ненужные нам поисковые запросы. Однако будьте очень внимательны, некоторые поисковые запросы нужно брать в нужных типах соответствия. Также очень полезный отчет местоположения, где вы можете смотреть, где была показана ваша реклама, где была показана ваша реклама и, соответственно, можете исключать те регионы, где нет ваших клиентов, вероятно, там, где откуда идет вам ненужный трафик, ну и создавать, например, корректировки ставок для тех компаний, для тех регионов точнее, где у вас больше продаж, где вы можете увеличить либо же уменьшить. Также не игнорируйте поле расписания показа в объявлении, вы можете его изменить, выбрать здесь дни, в которые будут показываться ваше объявление и время. Например, в ночное время чаще всего работают кликеры, поэтому, например, по крупным городам есть смысл оставлять показ вашей торговой рекламы всего лишь на утро и день и отключать на ночь. Также вот здесь вот есть такое поле устройства, обращайте внимание на него, смотрите, какие устройства вам более интересны и вы можете здесь также добавлять корректировку ставок на те устройства, которые приносят вам больше всего продаж. Также в разделе вот здесь вот аудитории, изменение сегмента в аудитории, в наблюдение и я рекомендую добавить абсолютно все, что рекомендует вам Google AdWords, ну либо же вы можете также выбрать конкретную нужную вам аудиторию, конкретно нужные вам фильтры. Также при помощи, точнее в аудиториях для каждой отдельной группы вы можете вносить свои поправки при помощи корректировки ставок. Например, для там группы другие виды одежды добавить корректировку ставок для всех пользователей там плюс 25 процентов, для каких-то аудиторий наоборот снизить корректировку ставок. Также не забывайте, что в торговой компании самые лояльные клиенты это те, которые вас знают, поэтому при помощи корректировки ставок настройте аудиторию ретаргетинга ваших посетителей вашего сайта. Также не забывайте следить в этом поле вот статистика аукционов за своими конкурентами, а если у вас особенно низкие продажи, посмотрите кто занимает лидирующие места для того, чтобы ориентироваться также на них, посмотреть их торговые компании и решить, что делать с вашими торговыми компаниями, возможно внести какие-то корректировки ставок, внести какие-то корректировки в настройки вашей торговой компании. То есть возможно вам придется увеличить значительно ваш бюджет, а возможно вы просто решите убрать ненужные вам товары и сосредоточиться на тех товарах, где конкурентов у вас поменьше, но при этом эти товары приносят вам действительно хорошие продажи. Так что если вы еще ни разу не работали с торговыми компаниями, я очень настоятельно рекомендую вам обратить свое внимание на данный тип компании. Конечно же самое главное помните о том, что очень важно проработать грамотный фид, чтобы он был без ошибок, просегментировать по определенным товарам, но без фанатизма конечно же, ну и вовремя вносить необходимые вам корректировки, корректировки по ставкам, корректировки по группам, следить за своим бюджетом, чтобы его всегда хватало на неделю вперед и ваша реклама просто-напросто не простаивала, конечно же следить за вашими конкурентами, кто ставит больше бюджет, ставку и так далее. Делайте выводы об эффективности при достаточном наличии статистики, по одному дню судить очень рано. Помните, что торговые компании это отличный инструмент для интернет-магазинов и не расстраивайтесь, если у вас первоначально какие-то не вау эффект от такой компании, потому что все можно улучшить при помощи оптимизации компании. Помните, что контекстная реклама это про эксперименты, предположения и гипотез, проверка их и оптимизация, а также постоянная опроба чего-то новенького, какого-то нового инструмента и комбинирование новых настроек. Так что, если вам был полезен этот ролик или остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, поделитесь этим видео в соцсетях, не забывайте подписаться на наш канал, вступить в нашу телеграм-группу и поставить колокольчик на уведомления о наших новых видео и хороших вам продаж!